Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое миротворчество, а также узнаем о подчинительных союзах и их типах. Сегодня на уроке вы узнаете о специальном подразделении ООН, будете использовать разные виды чтения для прогнозирования информации, узнаете об особенностях согласования аббревиатур, научитесь составлять тезисы, научитесь расставлять знаки припинания в сложных предложениях с подчинительными союзами. Предлагаю для начала мозговой штурм. Посмотрите внимательно на фотографии и подумайте, что их объединяет, какова тема нашего сегодняшнего урока. Как вы поняли, тема нашего сегодняшнего урока – миротворцы. Перед вами облако слов. Найдите слова ассоциаций, которые подходят к нашей теме. Как вы поняли, ключевые слова, которые подходят к нашей теме, следующие. Миссия, благополучие, обеспечивать мир, поддержание мира, снабжение, сохранение, служба, кризисный регион, конфликт, примирение сторон. Вы рассматривали иллюстрации и могли отметить одну общую деталь, которая типична для всех фотографий. Заметили ли вы символ, который служит визитной карточкой и надежной защитой миротворцам? Конечно же, это голубые каски. Сегодня на уроке мы узнаем о том, откуда они появились. Для этого воспользуемся приемом чтения с остановкой. Перед вами небольшой фрагмент текста. Нам нужно прочитать его и продолжить предложение. Давайте прочтем текст. Миротворцы ООН – это вооруженные силы стран-членов ООН. Служат для предотвращения и ликвидации угрозы миру и безопасности. Символом миротворческих сил стали голубые каски или береты. Как элемент одежды впервые появился в ноябре 1956 года в ходе операции в зоне Суэцкого канала в Египте. Изначально офицеров-миротворцев ООН, действовавших в качестве посредников, можно было отличить только по нарукавным нашивкам, которые... Ребята, спрогнозируйте финал фразы. Фраза стоит продолжить следующим. В условиях пустынной местности были малозаметны. Пустынная местность нам подсказывает страна, Египет. То, что они были малозаметны, выходит из последнего предложения. Перед нами продолжение этого текста, в котором мы узнаем, кому же миротворцы обязаны тем, что они носят голубые каски. Прочтем текст. Сначала было решено сшить им голубые береты, чтобы они отличались от других войск. Но для этого требовалось время. Тогда Брайан Эрхард, заместитель генерального секретаря ООН, предложил просто... Подумайте, что предложил сделать генеральный секретарь ООН. Проверим. Брайан Эрхард предложил быстро покрасить имевшиеся каски в голубой цвет, а голубые береты теперь носят полицейский ООН. Так, через 11 лет после создания Организации Объединенных Наций, появился ее узнаваемый символ. Мы продолжаем с вами работать с текстом о голубых касках, и для этого обратимся к критериям оценивания. Вы достигли цели, если... Раскрываете содержание, используя полученную ранее информацию, а также составляете два сложных предложения. Вы прочитали текст, и я предлагаю вам два возможных варианта ответа на его основе. Итак, первое предложение. Голубые каски — нововведение ООН, чтобы отличить свои войска. Второе предложение. Впервые каски просто покрасили голубой краской, и впоследствии этот цвет стал постоянным на шлемах миротворцев. Как вы видите, здесь пропущены знаки припинания. Я даю вам время подумать и расставить знаки припинания. Начнем с первого предложения. Здесь, как вы видите, пропущено тире. Давайте докажем и объясним, почему. Прежде всего, нам нужно вспомнить, что есть условия, при котором подлежащие и сказуемые, являющиеся существительными, обязательно разделяются тире. Обратимся к примерам. Свобода — это право человека. Здесь мы видим подлежащее и сказуемое, которые выражены именами существительными в именительном падеже. Свобода — подлежащее, право — сказуемое. Между ними мы ставим тире. Вам может показаться странным, почему существительное выступает в роли сказуемого. Давайте докажем, что здесь все-таки присутствует сказуемое. Мы можем изменить это предложение, вставив туда глагол «быть» в настоящем времени. Свобода — есть право человека. Но так мы не говорим. Это особенность русского синтаксиса, что в настоящем времени глагол «быть» опускается. Но если мы обратимся к английскому языку, там мы увидим другую картину. Та же самая фраза «freedom is a human right» мы увидим, что глагол «to be» здесь присутствует, и на его месте нет пропуска. Вместо этого в русском языке мы ставим тире. Во втором предложении у нас пропущена запятая перед сочинительным союзом «a». Здесь он связывает две грамматические основы. Давайте посмотрим. Первая грамматическая основа — только сказуемое. «Покрасили». Вторая грамматическая основа — «что цвет, что сделал, стал постоянным». Как вы помните, два простых предложения связываются между собой с союзом и отделяются запятой. Обращаю ваше внимание также на написание наречия впоследствии. Посмотрите, как пишется. «Слитно» и «две и» на конце. В тексте нам встречались незнакомые слова. ООН, СБ, ОДКБ, ЕС. Рассмотрите эти слова. Подумайте, как они называются. Как мы можем их расшифровать? Как вы могли заметить, перед нами аббревиатуры, то есть условные сокращения слов на письме. Расшифруем их. Первая аббревиатура — ООН, Организация Объединенных Наций. Следующая аббревиатура — СБ, Совет Безопасности. Часто два этих слова идут вместе. Допустим, Совет Безопасности, ООН. ОДКБ — Организация Договора о Коллективной Безопасности. По-другому называется Ташкентским Договором. ЕС — Европейский Союз. Теперь узнаем, как мы можем согласовывать эти слова в предложении. Ребята, перед вами задание. Согласуйте слова вроде и падеже. Вы видите предложение, в котором аббревиатура ООН должна согласовываться с глаголом. Итак, что мы делаем? Прежде всего, нам нужно расшифровать аббревиатуру. Как вы помните, ООН — это Организация Объединенных Наций. Здесь мы смотрим на то, какого рода слово «организация». Естественно, что это слово женского рода. Соответственно, глагол мы должны согласовать тоже по женскому роду. Получается, наиболее важную роль в разрешении международных конфликтов играла ООН, так как это организация. Давайте потренируемся. Перед нами аналогичное задание. Нам нужно согласовать аббревиатуры вроде и падеже. Итак, переговоры велись до 1999 года и завершились соглашением, согласно которому ЕС, согласуйте глагол, свои рынки для фруктов из всех стран мира и выплачивал, согласуйте, пострадавшей стороне компенсацию. Давайте проверим. Как вы помните, ЕС — это Европейский Союз. Союз — это слово мужского рода. Следовательно, согласуем также в мужском роде глагол. Европейский Союз открывал и Европейский Союз выплачивал. Перед началом практики я предлагаю вам небольшой блиц. Только минута. Я задаю вопросы, а вы отвечаете. Первый вопрос. Что такое грамматическая основа? Все мы знаем, что грамматическая основа — это подлежащее и сказуемое. Вспомните, какие предложения называются сложными? Сложными называются те предложения, в которых две или более грамматических основы. Третий вопрос. Какие слова используются для связи простых предложений в составе сложного? Очевидно, что это союзы и союзные слова. Давайте остановимся на них подробнее. Их мы можем разделить на две большие группы — сочинительные и подчинительные союзы. К сочинительным союзам отнесем следующее. А, и, но, или, однако, либо-либо, не то, не то. Список можно продолжать. К подчинительным союзам отнесем. Что, чтобы, когда, потому что, если, то, хотя, несмотря на. И многие другие. К союзным словам отнесем следующее. Который, чей, где. Найдем эти союзы и союзные слова в тексте. Перед нами задание. Мы будем исправлять ошибки. Но для этого нам нужно прочесть текст интервью с командиром казахстанского миротворческого полка майором Жигером Аиповым. Ставьте пропущенные знаки припинания и найдите союзы или союзные слова. Мы будем проверять предложение по одному. Итак, думаю, что участие в миссиях ООН дает казахстанским военнослужащим колоссальный опыт по выполнению миротворческих задач. Нам нужно расставить знаки припинания. Давайте рассмотрим и проверим это предложение. Перед нами сложное предложение с двумя грамматическими основами. Первая грамматическая основа «думаю» выражена только сказуемым. Вторая грамматическая основа «подлежащее участие» и «сказуемое дает». Эти две грамматические основы связываются подчинительным изъяснительным союзом «что», перед которым мы обязательно ставим запятую. Еще один пример, на котором мы также должны потренироваться расставлять знаки припинания. Давайте проверим. Перед нами сложное предложение. Необычность его в том, что оно разрывается второй грамматической основой. Давайте проверим. Итак, первая грамматическая основа «что» несение, «что» делает, позволяет осознать. Как вы видите, первая грамматическая основа разрывается второй, к которой отнесем «подлежащая обстановка», «сказуемое может быть неспокойное». Итак, как мы видим, отделяются эти простые предложения запятыми, а связываются союзным словом «где». Еще один пример, в котором нам также нужно расставить знаки припинания. Проверим это предложение. Оно также сложное, но необычно в нем то, что здесь разные виды связи, и сочинительное, и подчинительное. Давайте это докажем. В данном предложении три грамматических основы, первая из которых «кто мы, что делаем, участвуем». Связывается она со второй грамматической основой «кто мы, что делаем, понимаем» посредством сочинительного союза «но». Также вторая и третья грамматические основы связаны, но уже не сочинительным союзом, а подчинительным союзом «что». Итак, вторая грамматическая основа «кто мы, что делаем, понимаем», и третья грамматическая основа «можем допускать». Также обратите внимание, что это предложение не только сложное, но оно сложное, осложненное. Осложнено оно вводным словом «конечно». Стоит оно в начале предложения и также отделяется запятой. Итак, сегодня на уроке мы с вами узнали об истории голубых касок. Также научились использовать разные виды чтения. К тому же научились определять тезисы на основе прочитанного текста. И вспомнили о том, как расставлять знаки препинания в сложных предложениях. У меня на этом все. Надеюсь, вам все было понятно. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok